Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Нигма. Продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдем испытания на игрока в кости шинок, а уже на втором уровне сложности высокий. Требования идентичные. Идентичные предыдущему уровню сложности, то есть точно такие же. Бронза, серебро-бронза, серебро, спецназовцы и в вашем отреате должен быть Скорпион. Как-то так. Ну давайте потихоньку приступать. Начнем с первой башенки. Здесь у нас должны быть в отряде только персонажи, собственно, бронзовые. Поэтому сразу возьмем себе бронзовый фильтр. Блин, надо убрать фильтр и поставить чисто бронзовый. Вот так. Теперь берем, короче... Так, почему у меня по атаке неправильно сортируется? Давайте обратно сделаем. Так, Ниндзя Мим, Серерю и, собственно, Линь Куэй. Такой вот отряд нам необходим. Пропускаем с вами три боя и идем на четвертый. Текс. Давай-давай, пропускайся. Враги высасывают вашу жизнь, чтобы восстановить собственную. Окей. Испытание на вампиризм. То есть ограничение на вампиризм одно из самых легких. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы с этим. Выходит Монах у нас. Сразу добиваем его. Ну, конечно, он первый заюзает первый спецприем, чем я. Но он не выживает, ибо это Линь Куэй. Как бы у него мало здоровья, мало атаки. Какой-то опасности он не представляет. Тем более он не выживает даже в блок от первого спецприема. Получаем небольшую награду. Правда, тратим мы за пропуски гораздо больше, чем получаем. Эти 3 600 получили, а потратили чисто на пропуск одного только боя 5000. Еще седьмой. А теперь уже 10 тысяч. Нормально так. Ваш отряд заставили. Вот это неприятное ограничение, конечно. Но я надеюсь, я успею добить всех до того, как мне сменят перса. Случайная замена. Окей. Хорошо, что он не сразу не заблокировал мою атаку. Он и вторую не заблокировал. А что замечательно. Нифига себе быстро здесь смена осуществляется. Узаем сразу первый спецприем. И ваншотаем с вами линькоя, так как он блок не подставил. Если бы поставил, выжил бы. Серарию в итоге больше даже урона, чем Джоник нанес. Поэтому показывается мне первым в подвигах. Так, 4 800 получаем. Замечательно. Так, ну и нас ждет, собственно, финальный бой в этой башенке. Уже 15 кусков за пропуск требуется. Вообще просто дерутся три шкуры с меня. По монетам. И аштег Мона Кони. И темная магия. То есть постепенный урон всему отряду. Ну, надеюсь, это особо сильно не повлияет на бой. Ограничение хоть и неприятное, но наши персы слишком сильны, чтобы оно как-то оказывало влияние в целом на бой. Ну, то есть оно будет оказывать некоторое влияние, но противники не успеют нас все равно убить. Это 100%. Ни одного из наших персов. Тем более, если они не будут блокироваться с самого начала матча. Давайте сразу Монаха убьем. Чтоб вышел уже непосредственно Они. Использует на мне свой первый спецприем, а мы используем свой первый спецприем на нем. Его проклятие уже нам особо ничего не делает. Такс. Переходим с вами к следующей башне. Только серебряные и бронзовые персы. Так, 16 кусков всегда приятно. Поехали далее. Так, здесь уже можно серебро юзать, поэтому можно дополнительно... Да, блин. Я хотел нажать на фильтр, у меня нажалось на... Монаха. Ставим серебряный фильтр, бронзовый отключаем для удобства. Я говорю, бронзовый отключаем для удобства. Ставим себе вот такой вот отряд. Пропускаем с вами первые три боя. Давай, давай. Долго что-то пропускается, конечно. Пока всего по пять кусков платим за пропуски. Накопление силы замедлено, окей. Поехали разберемся с вами с рептилией в первую очередь. Но не с рептилией, с ящером. Минус один. Минус два. И минус три. Но это изи. За кассе играть очень легко и приятно. Давай, давай. Пропускайся. Отлично. Сяду поудобнее. Шесть тысяч четыреста получаем на базу. И переходим с вами уже к восьмому бою. Пока что тратим всего по десять кусков на пропуски. Ну как всего. Целых десять кусков, я бы сказал. А сейчас, наверное, уже пятнадцать. Да, уже пятнадцать пошло. А скорее всего на каком-нибудь там пропуске десятого-одиннадцатого боя будет по двадцать тысяч сниматься с нас. В следующей башне двадцать пять, а в четвертой уже по тридцать ксов. Будет сниматься за пропуск последних боев в башне. Урон вообще сочный. Проходит, конечно. Добиваем они. И все. Эта башня пройдена. Или подождите, или это был восьмой бой. Я чуть не обратил на это внимание. Восьмой это был или двенадцатый? Я уже забыл. Ну ладно. Восемь кусков. Сейчас увидим. Не, это был восьмой. Окей. То есть нам еще один бой надо впереди пройти. Понял, принял. Собственно, пропускаем опять же бои. Пятнадцать. Вот уже по двадцарику снимают. Неприятно. Сюда, сюда. Ну и финалочка. Финалочка это Линь Куэй, Ниндземим Джонни Кейдж и Кудзинь Стрелок. Ой, не Стрелок, просто Кудзинь серебряный. Поехали разберемся в первую очередь тогда с Линь Куэем. Жирный такой достаточно. Хотя, казалось бы, никаких бонусов особых здоровья, кроме его собственного, не дает. Хотя здесь с Кудзинь уже разберусь через первую спицуху. Чтоб побыстрее была. Чем пытаться его пробить обычными ударами. Ну и вторая башенка у нас тоже пройдена. Замечательно. Надо получить свои тридцать две тысячи или сколько там? Вроде бы тридцать две. Если я не ошибаюсь. Да, тридцать две тысячи монет. И с вами переходим плавненько к третьей башне. Только серебряные персонажи. Поехали. Заходим в эту башенку. И нас с вами интересует финальный отряд, который мы будем составлять. Это у нас будет, собственно, Кенши. Дальше идет Кудзинь. Ну и пока Соня Блэйд. Мне кажется. Да, давайте пока оставим ее. Или взять все-таки другого спецназовца. Знаете, я, наверное, возьму другого, потому что я не уверен, что успеет зарегениться ее вот эта вот одна энергия к двенадцатому матчу. Поэтому я возьму, наверное, любого другого спецназа. Пусть это будет Жакс. Потом обратно Соню поставим после этого боя. Враги постепенно исцеляются. Окей, поехали. И, кстати, я вспомнил десятого Скорпиона. То есть их все-таки десять. Я еще забыл про одного из Скорпа. Это Ханзу Хазаши. То есть нам не придется даже ничего там шаманить. Нам Скорпионов хватит на прохождение два раза подряд испытания. На, получай. Ну и добиваем, собственно, серебро. Серебряного Скорпиона. Так, битва с ограничением пройдена. Получаем 9600. А дальше уже души будут за полное прохождение башни даваться нам. Так что пропускаем, собственно, пятый, шестой и седьмой бои. Пятнадцать кусков уже снимается у нас за бой. Теперь по 20 идет. Как я и говорил, ставим себе брат на Саню Блэйд. Теперь у нее энергии уже точно хватит. И идем в восьмой бой. Замена бойцов случайным образом. Неприятное ограничение. Ну ладно, как-нибудь уж переживу. Поехали. Нифига себе он быстрый. Еще и сменили мне персы неприятную. Добиваем Кенши. Выходит Джакс. Ой, Джонни Кейдж. Сейчас нам снова сменят персы, скорее всего. Хотя нет, смотрите, пока не меняют. А вот сейчас сменили. Я думаю, ее в принципе через блок убьют. Ибо это Джеки Брикс. У нее мало здоровья. Даже первым спецприемом в Соне ее, я думаю, можно легко пробить. И я оказался прав. Отлично. Это был вроде последний бой, да? Если не ошибаюсь, в этой башне. А нет, не последний. Вот сейчас будет последний. Это был восьмой. Окей. Так, пропускаем последние три боя. Уже за пропуск 20 тысяч, а вот сейчас уже 25. В следующей башне уже 30, я думаю, будут нам с нас просить за пропуск боя. Саб-Зеро, Скорпион, Кенши и ограничения на время. Окей, понял, принял. Поехали. Добиваем с вами Сабыча. Скорпион тоже получает у нас на орехи. Главное, чтобы не накопил на первый спецприем вражеский Кенши. О, он отпустил блока, значит мы можем спокойно использовать первый спецприем и добить его. Изи. Но с этим получилось даже легче, чем я думал будет. Отлично. Текс. Наградка у нас в виде душ уже идет. 46 душ, нормально так. И мы отправляемся с вами в четвертую башню уже получается, да? Да. В вашем отреи должны быть только спецназовцы. Окей, понял, принял. Надо создать сейчас отряд только. Ставим фильтр на спецназ. Убираем серебряный фильтр. А что мне только показывает бронзовых персов? Я же убрал бронзовый фильтр. Вот так вот. За кого мы сыграем здесь? Я предлагаю сыграть за отряд Комбат Кап и за спецагента Кесси. Это будет Изи Бризи. Такс, ваш отряд получает урон в течение битвы. Не страшно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Да-да, готов, готов. Поехали. У нас есть встроенный пробой блока со спецприемов обычных ударов благодаря Кесси, спецагенту. Поэтому это будут одни из самых легких боев вообще. Семь душ. Нормальный такой прибыток по душам. Ну как нормальный? Не такой уж и нормальный, но лучше это, чем ничего. Согласитесь. Так, чем монеты, скажем так. Так, следующий наш бой. Следующий бой нам нужен, это номер восемь. Враги высасывают вашу жизнь, чтобы восстановить собственную. Окей. Опять же, Изи ограничение на вампиризм. Одно из самых беспонтовых в испытаниях. Поехали. Минус один. Минус два. И минус три. Блин, за Комбат Кап так легко играть на самом деле. Я понимаю, что противник очень слабый, но даже когда ты играешь за Комбат Кап в башнях или в... Я имею в виду башнях Серой Рю, допустим, да, или других любых башнях, то есть Линь Куэй, Чедэ и так далее. Это один из лучших золотых отрядов для башен именно. И в том числе еще и против... Против отрядов игроков Войнах Фракса играть тоже этим отрядом очень легко и приятно. Все-таки, как ни крути, один из самых лучших отрядов. Блин, 30 кусков требуется уже для пропуска. Вообще просто оббирают меня. Так, Джонни Кейдж, Китана Скорбная, спецагент Кэсси. И замена бойцов. Вот это неприятно. Ну ладно. У нас, в принципе, у всех персов есть блокбрейкер, блокдрайк Кэсси. Даже без снаряги. Так что, как таковых проблем, никто доставить нам не должен. Тем более, все персы десяток слияний. Ну, кроме Кэсси, она девятого. Но я думаю, в скором времени я выбью и десятку. Десятое слияние. Либо не в очень скором. Посмотрим. И эк, иммунитет. Сработало замечательно. Мы юзаем первый спецприем, чтобы добить Кэсси. Изи вин. Никаких трудностей не возникло. Получаем, собственно, награду за четвертую башенку. И пойдем уже потом в пятую башню. Так, открываем пакетч. Смотрим, что у нас выпало здесь. Абсолютно бесполезный хлам. И переходим уже непосредственно в пятую башню. Вашим отряд должен быть скорпион. Поехали. Переходим в финальную башню с вами. Итак, нам нужны здесь скорпионы. Фильтры. Давайте проверим, все ли у нас правильно стоит. Ну, единственное, что нам надо убрать фильтр на спецназ. Поставить фильтр на золото. Поставить фильтр на алмаз. Также я хотел бы взять себе милино. Как основного дамагера. Также скорпион следующий. Следующий из скорпионов у нас это скорпион Инферно, по-моему. А, нет, за Инферно мы уже играли. Тогда Ниндзюцу. Ну, не Ниндзюцу, не Джастис. Ниндзюцу будет потом. Так, давайте тогда возьмем еще третьего. Это будет у нас Терминатор. Почему бы нет? Поехали в первые три матча. Эту башню уже с вами полностью будем проходить каждый бой. Ибо здесь скип уже, ну, то есть пропуск боев за души. Поэтому души, естественно, тратить не хочется. Мы ради них в основном и проходим это испытание. Поэтому надо минимизировать их затраты. А тут даже не придется минимизировать их затраты. Тут как бы скорпионов в игре 10 штук. Поэтому с лихвой хватает, чтобы пройти испытание без восстановления либо энергии. Без просмотра рекламы. Как бы два раза подряд можно пройти спокойно два испытания. Рейден сразу получает на Орехи и выносится на Изичек. Так, блокируемся. Минус Криомант. Затем юзаем первый спецприем. Кудзинь даже не блокирует его, поэтому это Изи Вин. Вообще, по сути, надо ставить Мелину на второй слот, чтобы ее выпускать. Срабатывала ее пассивка и уже через пассивку убивать противников. Но это, знаете, запарно. То есть, зачем запариваться, когда у противников так мало здоровья, что они отлетают от одной обычной комбинации, если она проходит вне блока. Я даже снарягу-то не выставляю. Тут еще и мутить с этими синергиями там какими-то или же, я не знаю, там, с этим, с использованием пассивок там вот это вот. Тут просто бей и как бы не думай ни о чем. Ну, по крайней мере, мне с моей коллекцией. Если у вас, конечно, коллекция гораздо слабее, вам придется более быть изобретательными для прохождения этапов, скажем так. Я вообще, то есть, мне без разницы даже за кого перса играть. Хоть самого слабого из коллекции возьму, я любое испытание пройду. Ну, кроме Старшего Бога. Старшего Бога, конечно, самыми слабыми, там, бронзовыми или серебряными персонажами я вряд ли пройду с первого раза. Хотя кенши с серебряным можно Старшего Бога пройти. Пошел второй. Ради разнообразия, скажем так. Урона более чем достаточно. Идем дальше. Джонни Кейш дублер, мастер баланса кенши, Креман Сабыч. Окей. Да, в этот раз я подсуетился и водички себе все-таки налил. Есть чем смачивать горло. А то, знаете, когда проходишь испытание, очень быстро горло пересыхает, потому что они долгие. И... А, у него же засранец кенши баланса в отряде. Он ему первый спецприем дает. Не-не-не, давай без этой фигни, братан. Надо было сразу юзать тебе первый спецприем, чтобы я не использовал свой первый спецприем. Но ты что-то не догадался. Не особо догадливый противник попался нам. А вот теперь у нас как раз будет ниндзюцу. Скорпион. Следующий перс, который мы будем использовать с вами, это... Так, ну давайте ассасина возьмем. Также нам понадобится скорпион и атакующий персонаж. Следующий атакующий перс у нас будет, наверное, Сабыч. Так как он получит бонус к атаке от Сабзиро Инджестиса. Ой, ниндзюцу. Я их путаю постоянно. Так. Скорпион-ниндзюцу. Давайте мы его возьмем. Где он у нас вообще? Че, он еще слабее что ли? Да, вот он. Всего 38 тысяч атаки и 73 тысячи здоровья. Такое себе, конечно. Начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали, разберёмся с следующими соперниками. Не стал использовать спецприём, для меня это хорошо. А вот Кенше 100% будет его юзать. Он даже не успел первый спецприём прожать. Чё такой быстрый застранец? Ну на тебе, первый спецприём, чё я могу сказать. Победка. Блин, какой громкий Саб-Зиро всё-таки, это капец. У него и голос громкий, и эффекты вот эти его отстойки тоже очень громкие. Давай-давай. Грузи-грузи. Дальше у нас будет Скорпион Инжастис в отряде. Либо классический. Ну вроде бы у Инжастиса побольше атаки, ой, вот поменьше атаки, поэтому его возьмём. Потом возьмём классического, ну и завершающий Скорпион у нас будет Ганзо Хазаши. Это Ганзо Хазаши будет у нас. Ха-ха-ха-ха. Жую слова, так сказать. Давай домой, парень. Вот говнюка, а всё-таки. Здесь у нас случайная смена, поэтому... Используем второй спецприём, чтобы добить мастера Шаолиня. Пошёл первый. Видите, даже алмазкой нулевого слияния можно... Ну или у неё первое, у неё первое вроде бы, да, слияние. Но даже алмазкой нулевого слияния можно легко пройти сложный старший бог. Точно так же можно пройти нулевого слияния не только алмазкой, но ещё и, допустим, каким-нибудь там золотым персом. Даже самым слабым, даже дублёром Джонни Кейджем можно пройти... Ой, не старшего бога этого, в сложный уровень сложности. Вот со старшим богом уже посложнее. Там нулевой алмазкой или нулевым этим золотым персом пройти сложнее. Так, игра. Давай вот без этого, пожалуйста, без своих лагов дурацких, зависаний там и так далее. Долго зависала, кстати. Ну, вроде отвисла. Окей. 20 душ. Замечательно. Следующий бой. Джакс Брикс тяжёлого вооружения. Шаолинь, Кудзинь, Огненные Кулаки, Люкан. Окей. Интересно, какие требования у нас будут для прохождения старшего бога? А то я уже не помню. Ну ничего, как только мы допройдём с вами эту башенку, у нас откроется сложность, сможем посмотреть в конце видео. Поехали разберёмся с Джаксиком. Готов. Пошёл первый. Блин. Он успевает блоки ставить. И это спецприём. Давай я тебе покажу, что такое настоящий спецприём. Вот это я понимаю спецприём. Хоть и без критов, но всё равно неплохо. И без смертельных ударов, к сожалению. Хотя вроде снаряга стоит на смертельные удары, но они просто не сработали. Окей. Бывает. Так, давайте возьмём следующий отряд. Теперь у нас будет в отряде уже Рейден и Джастис. Рейден и Джастис. Также бы я хотел взять... Этого. Подождите, а я уже вроде сыграл, да, за этого? За Скорпиона Инжастиса, да? Да, я уже сыграл. Ну, тогда сейчас пойдёт у нас следующий Скорпион. Это получается классический Скорпион. И также нам пригодится с вами, допустим, ЧД Кабал. Поехали. У нас ещё есть два Скорпиона в игре. Это Скорпион Ханзу Хазаши и МК-11. Так что нам их с лихвой с вами хватит. Узаем первый спецприём, чтобы добить Джонни Кейджа Випа. Блин, офигенная боёвка, конечно, у Рейдена и Джастис 2. Офигенная просто. Кстати, заметьте, что Рейден и Дж... Рейден скин из Инжастиса 2, а, допустим, того же Скорпиона Инжастиса, из первого Инжастиса, скинчик. Видимо, скин на Рейдена и Джастис... Ну, точнее, сам персонаж Рейдена и Джастис 2 вышел уже после выхода Инжастиса 2. То есть, персонаж относительно новый, скажем так. Хотя вышел он достаточно давно. Блин, классно так играть, когда не надо смотреть ни рекламы, ни души тратить на откат энергии персонажей. Воскрешается у нас Ермак. Юзаем первый спецприём, чтобы добить Куан-Чи. 50 тысяч урона более чем хватает, чтобы ваншотнуть противника. На сложности сложной. Он даже на старшем боге, Рейден, сам по себе ваншотает этих... Первым спецприёмом при нужном снаряжении. Так, следующий бой Джейсон Вурхес неостановимый, бог солнца и этот, как его... Кун Лао, мастер шоу-линия. Блин, опять воскрешающийся перс. Бесит сражаться против воскрешающихся персонажей. Ну ладно. Так, поехали. Первый раз убиваем Джейсона. Сейчас он встанет, мы его добьём второй раз. Да, давайте просто первый спецприём здесь заюзаем. И ещё раз первый. 50 тысяч урона наносится без скрита. А скритом там 80 и выше идёт. И ещё раз первый. Отлично. Это был последний бой за Рейден и Инжастис? Да, давайте я заменю отрядом и с вами продолжим. Следующий отряд у нас выглядит следующим образом. Скорпионом К-11. Ну и пара каких-нибудь там алмазок, просто чтобы качать им подвиги. Именно поэтому я беру не сильных персонажей, которых уже вкачаны подвиги на фул практически, а беру именно тех, кто у меня являются самыми слабыми, и им уже прокачивают подвиги, знаете, там, персонажей, которые у меня относительно новые в коллекции, либо за которых я играл мало. И поэтому им прокачиваются подвиги. А за тех, кто уже самые сильные, я за них очень много наиграл игр и в испытаниях, и, собственно, в войнах фракций, и в режиме битвы. Им уже нету смысла особо качать подвиги, блин. Долбанный шаолиньский стрелок. Ты офигел там, что ли, совсем? А как тебе такой вариант? Нормально? Понравилось? Жалко, Куная нет у родного на Скорпи, и он не может ваншотать... Ну не ваншотать, а пробивать блок через спецприем. Ну, запариваться, ставить там Кунай, я думаю, не стоит, потому что и так, в принципе, изи все проходится. Как я и говорил, запариваться надо, если у вас коллекция, там, знаете, с более слабыми персами. Алмазка десятого слияния, она легко вообще справляется без какого-либо снаряжения, без пассивных умений с помощью других персов. Если же у вас там персы, не знаю, имеют там 8-6 тысяч здоровья, то тогда, да, тогда вам лучше все-таки как-то, я не знаю, снаряжение подбирать, пассивные умения, чтобы усиляли друг друга в отряде. То есть, если вы там играете меньше месяца, для вас... такой вариант подойдет. А мне, в принципе, на изи проходить и так, без каких-либо снаряк, без синергии персов. Каждый бой проходит буквально в целом, ну, не знаю, секунд за 10 максимум. Так, отлично. Так, и следующий бой, последний за эту тему, а дальше уже будем на финальные три боя идти. Там у нас Шаокан будет сражаться. Вот на Шаокана я снарягу поставлю, потому что вся сила Шаокана заключается в его спецприемах. Поэтому я на него ставлю снарягу, для того, чтобы у него не были в начале битвы. Скажем так. Да, конечно, я готов. Поехали. Блин, Китана Скорбная дает всем спецприемы. Ну и добиваем ее. Изи-бризи. Так, ну и нам нужно пройти последние три боя, получается. Так что сейчас с вами создадим отряд для финального боя. Это у нас, соответственно, Шаокан. Давайте сразу на него наденем снарягу. Так, так, так. Давай сюда. На нем вообще ничего не стоит. Так, мне нужен молот гнева. Мне нужен шлем Шаокана. Мне нужен Кравовый Томогавк. И мне нужна для сокращения расхода силы на второй спецприем рука Терминатора. Готово. Собственно, 81 тысячи атаки, 223 тысячи здоровья. А, подождите. Чуть не забыл поставить Скорпа и... Точнее, забыл. Так, Скорпион Ханзу Хазаши. Ищем его. Сколько у него там тысячи атаки вообще? Не помню точно. Где-то здесь он должен быть. Вот он. И третий перс, которого мы возьмем, пусть это будет Тремор. Вот он у нас. Пусть ему подвиги прокачиваются в том числе. Ваш отряд получает урон в течение битвы. Окей, не вопрос. Изи. У них здоровье там в районе 20 тысяч. Я даже не вижу смысла здесь сьюзать вторые спецприемы. Я думаю, здесь первых будет вполне достаточно. Вот если бы там у кого-нибудь было в районе 40 тысяч здоровья, тогда да, тогда первый спецприем бы в блоках не пробивал. А так, в принципе, изи. И через первый играть можно. Тем более, никто не воскрешается. Ничего такого нету в команде оппонента. Так, давайте здесь прицелимся. Ибо Джаксо нормально так здоровье. Что, у меня игрушка подлагивать стала неприятно. А, дурацкий огонь. Точно. А, давай ты не будешь тупить под конец. Что, игра под конец стала вообще жестко подлагивать. На удивление. Ну ладно, нам, в принципе, все равно три боя всего осталось пройти. Ничего страшного, что она подлагивает. Следующий бой Sony Blade Classic, Стрелок Эрон Блэк и Чернокнижник. Вот здесь уже неприятно, ибо Чернокнижник воскресит противника. Правда, с маленьким запасом здоровья, поэтому это тоже не особо... не особо проблема, скажем так. Сейчас у нас самая большая проблема это то, что игра почему-то стала немножко подлагивать. Но это не страшно. Наверное, из-за того, что я играю уже несколько часов подряд. Хотя, вроде, этот бой уже не лагает. Да, он не лагает уже. Это в предыдущем почему-то лаги были. Непонятно, почему так. Здесь второй используем, потому что 26 тысяч это уже может не пробиться первым спецприемом. А вот Эрона мы, в принципе, легко пробьем. Видите, 23 тысячи урона. То есть, я мог не пробить Чернокнижника, тем более, если бы не попал на 100% накопления силы. Ну, или близко к 100%. То есть, если бы было там 60 или 50, я бы его не пробил. Поэтому и заюзал там второй. Так, и у нас, собственно, босс. Босс-игрок в кости шинок обладает иммунитетом к длительному урону. 9 тысяч атаки, 130 тысяч здоровья. Понял, принял, поехали. 130 тысяч это, в принципе, достаточно мало. Можно использовать спокойно второй спецприем. Криты на него проходят, поэтому, скорее всего, он отвалится. Даже если только первый удар кританет, а второй не кританет, мы его убьем. Даже без китаны скорбной, без усиления атаки в виде котоля или гора алмазного, то есть, котоля-бугасолнца. Это все нам не нужно. Тем более, у нас еще один второй останется. Даже если сейчас два раза не пройдут криты, он каким-то чудом выживет, то... А тут два крита прошло. Ну, а тебе нафиг на 180 тысяч урона, как бы. Почти. Так что, это, в принципе, изи-бризи, изи-вин. Отлично, испытание пройдено. Могу вас и себя с этим поздравить. Давайте получим, собственно, награды. Финальные уже. Это 65 душ. Во-первых, за прохождение пятой башни и за само испытание аксессуар Шинака и сам Шинак. 54 души, 27 тысяч монет. Итого, 1310 душ и 542 миллиона по голде. Великолепно! Вы прошли испытание на высоком уровне сложности. Вы сильнее, чем ожидалось. Теперь вас ждет испытание на уровне сложности Старший Бог, которое могут пройти лишь избранные. Достойны ли вы? Ну, давай посмотрим. Ваши матрии должны быть только персонажи из внешнего мира. Джонни Кейдж или Кесси Кейдж. Интересные, кстати, требования. Да, и Джонни Кейдж или Кесси Кейдж. Блин, будет интересно пройти это испытание на Старшем Боге. Я не видел еще таких требований. То есть, я видел там Соня Блейд и как его, и Джонни Кейдж. И видел Соня Блейд и этот. Была вроде еще Соня Блейд и Кесси Кейдж. Но я не уверен. Но вроде бы была именно Джонни Кейдж и Кесси Кейдж. То есть, это, знаете, это как по истории. То есть, МК-10 закончился же чем? Тем, что Кесси и Джонни Кейдж сражались против Шинока. И вот это как бы здесь это отсылочка такая к этому идет. Ну, это и будет интересно. Это реально будет интересно. Но на этом я буду пока заканчивать. Так что большое вам спасибо за просмотр. Пройдем это испытание уже в следующий раз. А на этом с вами был Ник. Большое спасибо еще раз. Всем пока.